Женя, убирай свои железяки, стол поцарапаешь Что? Вот как ты их назвала? Железяки она их назвала Железяки, ребята, железяки Это не железяки, это жемчужина Жемчужина моей коллекции головоломок Если вот ты не в курсе, то я люблю собирать головоломки всякие И вот у этой самая суть Нужно расщепить все на свете детали этой металлической головоломки Вот я и ума не приложу, как расщепить самую последнюю деталь Не знаю, как это сделать Да, странно у тебя хобби, издеваться над собой Гораздо лучше мое хобби Я собираю карточки, скидочные карточки своего любимого салона красоты И не собираюсь останавливаться на достигнутом Я хочу расширить цветовую гамму Да, да, Саша Это у меня странное хобби, это не у тебя странное хобби Доброе утро, губерния в студии У нас необычный коллекционер всего странного, Саша Пайдачная И любитель незаурядных головоломок, Женя Плотников И сегодня мы поговорим обо всем необычном Объявляем борьбу со скукой и рутиной Конечно же, непременно вспомним о необычных поступках О каких-то невероятных рекордах И о том, что такого необычного происходит в нашей с вами губернии Мы уже начали рассказывать о наших с Женей увлечениях Но все они кажутся незаурядными по сравнению с хобби некоторых китайских собаководов Они решили объединить свою любовь к животным и к живописи И вот каких интересных результатов им удалось достичь Вообще, тяга к прекрасному может творить чудеса Предлагаю всем, кто не знает, куда девать старые кассеты Заняться созданием необычных таких картин из кассетной пленки Очень интересно и получается Ну а если вас не привлекают ни кассеты, ни животные Но непреодолимо тянет к земле Я предлагаю не сажать картошку, нет А начинать катать шарики из грязи Да-да-да, есть такое увлечение Оно стремительно набирает популярность Все просто, нужно высушить комочек земли И идеально его отполировать Говорят, некоторые предлагают кругленький, как в общем-то этот шарик Сумма за обладание таким произведением грязевого искусства Вообще удивительно, конечно В наших-то краях таких идей, как грязи И она лежит, вот как грязь под ногами Такая классная идея, а мы не пользуемся Ну пора узнать, подарит ли нам ноябрь шанс окунуться в это вот самое грязевое хобби Мокрый снег и пасмурная погода Ожидается в регионе в среду На дорогах гололедятся по области столбики термометров В некоторых районах поднимутся до плюс одного градуса На севере и западе минус два, минус три На востоке и юге также минус три Днем температура в Самаре и Тольятти минус четыре Ночью со среды на четверг подморозят минус двенадцать Ветер будет дуть северный пять-десять метров в секунду Сегодня мы говорим обо всем необычном Я думала, что уж в спорте-то точно нет ничего неизвестного и необычного Вот тебе футбол, вот тебе хоккей и зимняя Олимпиада на десерт А не тут-то было Финны не стали соглашаться с текущим положением дел И пошли против системы, вот что им удалось придумать Один из самых странных видов спорта это бег с препятствиями И как ни странно с женой Представляет он собой ежегодные состязания, где мужьям приходится на бегу преодолевать различные препятствия, неся на спине свою супругу Подумаешь, у нас в губернии ежегодно проходит чемпионат по переноске жен, только носят своих жен мужья не на спине, а на руках, а это между прочим сложнее Более того, в столице губернии сами жены устраивают необычный забег, на шпильках соревнуются в силе, скорости, ловкости Ведь каблук должен быть не меньше семи сантиметров А ты попробуй, побегай на таких каблуках Даже не буду пробовать, но вообще-то спорт здорово стимулирует фантазию, вот когда хочешь объединить и футбол, и волейбол, и баскетбол, и прыжки, и можно еще и пляж туда же То получается босса-бол, действительно интернациональный вид спорта Поле для игры предусматривает два трамплина по обе стороны сетки и фактически представляет собой огромный батут, как вы видите В босса-бол не только интересно играть, наблюдать, как вы понимаете за этим необычным видом спорта, не менее интересно, поскольку игрокам порой приходится выделать в воздухе совершенно невероятные какие-то акробатические этюды но вы только что все сами видели на ваших экранах Да, насмотрелись на спортивные состязания и очень захотелось самим позаниматься все на простые движения, дорогие друзья Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» Сегодня мы покажем вам комплекс многосуставных упражнений Повторяйте их каждый день, и ваши ноги будут красивыми Поехали! Начнем с полуприседов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последний Выход назад теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последний И теперь тройной выпад назад Встали, вниз, встали, вниз, встали, вниз, встали Теперь два приседа, три выпада Тройной выпад Приседы Тройной выпад Еще два раза Последний Усложним тройной выпад Усложним тройной выпад Поехали! Назад, бок, вперед, встали, вниз, 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 назад, бок, вперед, встали Вниз, 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 назад, бок, вперед, встали Последний Назад, бок, вперед, встали Усложним еще Вниз, назад, бок, вперед, колено Вниз, вниз, назад, бок, вперед, колено Еще два раза Назад, вниз, бок, колено Последний Назад, вниз, вбок, колено Усложним еще Вниз, сайд, вниз, сайд, назад, бок, вперед, колено Вниз, сайд, вниз, сайд, назад, бок, вперед, колено Еще раз Вниз, назад, бок, вперед, колено Последний Назад, бок, вперед, колено Делаем глубокий вдох и выдох. Этот комплекс многофункциональных упражнений поможет зарядиться вам на весь день. Быть необычным человеком в наше время – это порой непозволительная роскошь. Жители столицы губернии этой осенью могли познакомиться с человеком, который даже решил выделиться среди уличных музыкантов. Они уже необычные, а он возвел, получается, свою необычность в квадрат. Знакомьтесь, если кто-то, может быть, не знает этого человека и видит его впервые – это Дмитрий. Он шарманщик. В 21 веке довольно необычное ремесло. Музыкант уверяет, что шарманка досталась ему от отца. И теперь Дмитрий играет свои мелодии на главной пешеходной улице Самары. И каждый день сквозь вот эти вот темные очки наблюдает за тысячами проходящих мимо гаража. Ну, такой человек, мне кажется, очень многое может рассказать о каждом из нас с вами. Это точно. Друзья, если вы хотите связать свою жизнь с необычной профессией, добро пожаловать в кинематограф в нашем регионе. Он сейчас растет как на дрожжах. В столяце снимут фильм «Зима» по одноименной пьесе Евгения Гришковца. Объявлен кастинг, а сценарий одобрен самим автором. Ну, а режиссер будущего фильма Дмитрий Марфин, он также режиссер местного научного театра фантастики, известный по постановкам в театре «Дилижанс». Так что, уважаемые актеры, уважаемые любители, не провороньте свой шанс. Ну, а о других событиях, которые произошли в этот день, расскажет наш календарь губернии. 2 ноября 1877 года самарский купец Петр Семенович Суботин высказал властям желание проложить конно-железный путь от железнодорожной станции Самары до хлебной пристани на Волге. Своё предложение он мотивировал тем, что плата извозчиков стала высокой. Обозы идут по улицам, доставляя немало хлопот владельцев домов, выбивают мостовые из жигулевского камня. Землю под рельсы для конки он просил у города бесплатно, а вот расходы по сооружению конки брал на себя. Городская управа нашла предложение купца, весьма полезным для города. Однако гласные проявили насторожность, и инициатива Суботина тогда не была реализована. 2 ноября появились на свет последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев, красавица Клеопатра. Французская королева, жена Людовика XVI Марии Антуанетта. Советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Михаил Яншин и другие знаменитости. Кусок именинного пирога сегодня полагается Александру, Артемию, Герасиму. В народе 2 ноября. Прозвали Днем Артемия. На Руси этого святого считали заступником от болезней и случайной смерти, а военно-начальники и атаманы почитали его своим покровителем. Волки с этого дня подступали к селеньям, чего люди, понятно, побаивались, но и тут находили повод погадать о будущем. К примеру, волчьевой это ночью сулил морозы, а еще на Артемия было принято квасить капусту. Зимой эта закуска была особенно желана – с клубнями разваристой картошечки. Таким в истории запомнился второй день ноября. Пусть для вас он будет интересным и удачным. Всего вам доброго! Дорогие друзья, мы не устаем вам напоминать о том, что нужно присылать свои фото и видеоотчеты к нам в группу ВКонтакте, которая называется «Утро губернии». Самые интересные, самые яркие кадры попадут к нам в эфир, и вы сможете увидеть себя на телеэкранах. Ну а нам будет очень приятно. В Самарской области очень много необычных мест. Одно из них, безусловно, это знаменитый холодильник. Давайте посмотрим фотографии замечательного сооружения, мощного такого монументального и замерзшего, вмерзшего в гору буквально. За фоторепортаж огромное спасибо Сергею Анашкевичу, который прошелся по холодильнику и запечатлел вот такие самые любопытные кадры этого сооружения. Мне кажется, здесь нужна... Таинственная? Да, да, какая-нибудь таинственная такая музыка, которая бы очень много подозрений создавала. Да, ну что может быть необычнее вообще-то кукол из лоскутного шитья? Только Марина Баркова, наверное, которая поехала аж в Борский район, чтобы снять сюжет об этих куклах. Звонок с последнего урока в Заплавненской средней школе звучит как призыв к рукоделию. Старшеклассники на перегонки бегут в мастерскую, чтобы расхватать фартуки. Занятия по лоскутному шитью здесь проходят три раза в неделю. Каждый с трепетом берется за игольницу и свой набор лоскутков. Наставник Галина Садовникова напоминает, из тысячи обрезков в результате должно собраться одно полотно. Наша задача – оформление кабинета, то есть мы делаем занавески на шкаф. Данила у нас индивидуальный заказ делает для своей учительницы, покрывала. Это в подарок. У нас уже мастер такой со стажем, поэтому мы доверяем самой ответственной работе. Опытный швец, а также футбол и волейбол игрец в технике лоскутного шитья даст фору любой однокласснице. Четыре года подряд парнишка сосредоточенно шивает цветные полоски в чисто женской компании. Зачем тебе шитье? Мне кажется, оно тоже требуется в жизни. Если не уметь шить, самое простое хотя бы, мне кажется, надо уметь шить. Учителям здесь подписывают веселые ситцевые открытки. На Новый год украшают классы тряпичными елками и бязевыми гирляндами. Словом, вопрос с подарками в селе Заплавное давно решен. Одеяло, покрывало, наволочки, подушки, прихватки – этот пестрый набор рукотворных поделок сейчас обосновался в каждом доме. А началось все с того, что четыре года назад в село Заплавное переехала рукодельница Галина Садовникова. Я была и педагогом, и продавцом, и шевеей, и портнихой, и закройщиком, кем я только не была. Но когда приехала в Заплавное в селе, встал вопрос работы, я пришла в школу. Я решила шить костюмы именно по классическому образцу, традиционному. Весь крой полностью соблюдался, но мы не используем вышивку. И вместо вышивки, чтобы украсить наши рубахи и сарафаны, мы стали использовать эту тюсьму, которую ткала Тамара Андреевна. И это оказалось нашей изюминкой. То есть эти костюмы, которые мы выставляли на конкурсах, занимали всегда призовые места. От первого до второго, даже третьего места никогда не было. Ежеутреннее созерцание заплавненских пейзажей подталкивает мастерицу к смелым сочетаниям цветных тканей. Традиционные техники лоскутного шитья – это для детей. Коллекция крестьянских костюмов Самарской губернии для реконструкции обрядов в школьном музее. А для души – авторская текстильная кукла. Если поставить эту куклу рядом с нашими костюмами, которые мы шьем в полный рост, то это маленькая-маленькая копия. Полностью девушка, ну, мужчинка, куклы с ножками, с ручками. Все это можно играть. Она у нас и традиционная, и игровая, и можно использовать как выставочная. В костюм вкладываешь много души, но в саму куклу, вот она шьется, когда она, она как живая. С ней разговариваешь, заплетаешь ей косу. Вот, расставаться очень взял, да. И очень рада, когда попадает кукла в добрые руки. Галина Садовникова признается – новая жизнь в селе и работа с местной детворой прибавили ей вдохновение. Мастер Данила удивляет совершенной строчкой, а в младших классах подрастают будущие Юдашкины и Зайцевы. Марина Баркова, Александр Дмитриев. Утро губернии. Из Борского района. Я всегда любила все необычное. Когда это еще и упаковано в красивые стихи, я просто схожу с ума. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Да, спасибо, Жень, что ты вернул меня из мира грез. Предлагаю вернуться обратно с помощью стихов Бориса Захадера. И никакой Женька нам теперь не помешает. Глупая. Болтают с нами запросто настурцы и лилии. Умеют львы и косматы скакать верхом на палочке. А мраморная статуя сыграет с вами в салочки. Ура, Вообразилия, моя Вообразилия. У всех, кому захочется, там вырастают крылья. И каждый обязательно становится кудесником. Будь он твоим ровесником или моим ровесником. Моей Вообразилии, моей Вообразилии. Там царствует фантазия во всем своем сесилии. Там все мечты сбываются, а наши огорчения... Сейчас же превращаются в смешные приключения. Мы продолжаем нашу программу. И у нас в гостях мастер авторских шоколадных портретов Ксения Полянская. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Ксения. Расскажите и покажите, что же такое шоколадный портрет? Что это за чудо такое необычное, расчудесное? Ну, шоколадный портрет, это портрет, который я рисую по фотографии, который мне присылают, именно шоколадом. То есть портрет, это только шоколад. Расскажите, принцесса. Очень интересно, как это происходит. Ну, сначала рисуется эскиз карандашом по фотографии, которые мне присылают. И здесь очень важно, чтобы экспозиция, экспозиционные тени на фотографии располагались интересно и четко. Далее создается плитка шоколадная, как панно для будущего портрета. И потом уже прорисовываются глаза, мимика, какие-то мелкие черты лица. А черный шоколад, белый шоколад, важно какой шоколад? Используется черный шоколад и белый. Ну и уже, соответственно, оттенки смешиваются топлением шоколада. И получаются разные оттенки, более темные, более светлые и так далее. У вас есть художественное образование, вы художник. У меня нет образования художественного, но, наверное, я в душе художник. Просто интересно, где же можно научиться этому искусству, этому мастерству? Ведь это достаточно сложно. Конечно. Не каждый возьмется за кисть и на шоколадный шоколад. Если честно, я не знаю таких мест. Серьезно? Ну, во всяком случае, в Самаре. Ну, вообще, правда, не знаю. Ну, может быть, в дальнейшем, возможно, сделать какие-то клубы творческие, где можно было бы учить людей. А у вас можно научиться? Я на настоящий момент не даю мастер-классы. Может быть, опять же, потом, когда-то, в дальнейшем. Как вы к этому пришли, мастерство? Ну, такие идеи, наверное, никогда не возникают, ну, специально, да, они всегда возникают случайно. Ну, в общем-то, так и произошло с этой идеей. Мы с мужем сидели в кафе, он заказал кофе, а я заказала десерт. А кофе был с рисунком, а мне десерт принесли с политой шоколадными струйками, шоколадным десерт. Ну, в общем-то, наверное, в этом дуэте и родилась эта идея. Ну, ничего себе, мне тоже очень часто приносили десерт и кофе, такое бывало, но почему-то мне вот такая идея не пришла. Скажите, а ваши работы съедобные, они же шоколадные? Да, они полностью из шоколада. Говорили, что вкусный шоколад, мне самой он, в общем-то, нравится. Он вкусный и полностью съедобный. А вы когда-нибудь ели свои же изделия? Просто, ну, это как... Может быть, свой портрет. Ну, это как, да, художник, который работал над этим, потом взялся и съел. Ну, как так? Нет, никогда не съедала работу, но, конечно, знаете, искушение есть, потому что, когда рисуешь портрет, аромат просто божественный, я могу сказать так. Уже распространяется по студии. Да, но для меня, когда я рисую шоколад, это материал, это способ, когда люди могут передать свои эмоции, сделать своих близких счастливыми и радостными. Есть ли какой-то обязательный набор инструментов? Нет, инструментов специальных нет. Ну, главное умение, да, это умение рисовать. И инструменты, это обычные деревянные палочки. Ну, правда, разных размеров и форм. Ну, а это же во что-то выливается? То есть какие-то нужны, наверное, формочки? Нет? Я ошибаюсь? Нет, формы не нужны. Ничего такого. То есть только деревянные палочки и вдохновение? Нет, ну, естественно, поверхность, на которой я буду рисовать. А вы дома, да, все делаете? Дома, да, дома. Нет специальной мастерской, куда вы делаете? Мастерской нет, все дома. Мастерская, ну, еще из каких-то специальных подручных инструментов, это то, в чем топится шоколад и водяная баня. Ну, вот опишите, вы нам говорите про вот эти деревянные палочки, про водяную баню. Опишите процесс создания вот, ну, например, нашей приглянувшейся мне, разумеется, вот этой вот эмблемы телеканала «Губерния». Как он создавался? Ну, опять же, я же говорю, что сначала создается шоколадная плитка, панно, то есть на чем я буду вырисовывать какие-то мелкие детали, в данном случае буквы, ваша эмблема. А фон, он создается изначально. И потом уже на нем я вырисовываю и буквы, и тени как-то выкладываю, да, если это портрет человека, если это лицо. Губы, мимика, глаза, может быть, какие-то мелкие детали на прическе. Все это уже на готовой плитке. А мне интересно, каким был ваш первый портрет? Неужели таким же? Первый портрет, кстати, он есть в нашей группе. Не знаю, взяли его или нет. Жан Рено, это был мой первый портрет. Он прислал, да, вам эту фотографию и попросил? Во сне, во сне скорее, да. Ну, выбор был просто случайным. Я попросила мужа, выбери фотографию любую, которую попробовать нарисовать. Ну и попросила, естественно, чтобы она была не такая сложная. Ну, конечно, он был неидеальным, я могу сказать честно. Ну, я, конечно, всегда очень критично отношусь к своим работам. Ну, наверное, это правильно. Он был неидеальным, этот портрет. Какие-то были недочеты. Не так шоколад положила, не так, может быть, что-то сделала. Но потом, в дальнейшем, как-то учитываешь свои ошибки, пытаешься их исправить. А сколько лет вы уже этим занимаетесь? Месяца, наверное, четыре. Почти год! Не больше! Такая красота получается. Ксения, спасибо большое, что подняли нам настроение и каким ароматом вы наполнили нашу студию. Вам успехов и ждем от вас мастер-классов. И отличного дня сегодня. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Мы прерываемся на несколько минут. В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. Три театра Самарской области номинированы на «Золотую маску». В этом году регион на фестивале будут представлять Новокуйбышевский театр. Студия «Грань» со спектаклем «Корабль дураков». Оперный с постановкой «Леди Магбет Мценского уезда». И театр драмы со своей историей лошади. Эксперты за год отсмотрели около тысячи спектаклей. Но в шот-листе только лучшие 213 номинантов из 25 городов страны. 23-й фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве с февраля по апрель 2017. Будет показано 74 спектакля. А имена победителей назовут 19 апреля со сцены музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр примут участие в Параде памяти в Самаре. И это не единственное новшество этого года. В 12 часов на площадь Куйбышева выйдут парадные расчеты в форме и с оружием времен Великой Отечественной. Проедет колонна исторической техники. Пройдет геройский полк, который возглавит народный артист СССР Василий Лановой. А также герой Советского Союза и России. В шествии также примут участие труженики тыла, воспитанники военных училищ, представители Дома дружбы народов. Впервые колонны пройдут спортсмены и самарские юно-армейцы. В небе над городом пролетят самолеты Як-52, По-2 и вертолеты. На земле же запланированная демонстрация. В ней примут участие 25 тысяч человек. Своё присутствие подтвердили и 9 иностранных посольств, представители которых в ноябре 1941-го также наблюдали за парадом в Куйбышеве. Вход на площадь свободный, в прямом эфире парад памяти покажет телеканал «Губерния». Еще раз напомню, начало в 12 часов, в понедельник, 7 ноября. А 4 ноября, в День народного единства, для самарцев станцует агротехника. На площади Куйбышева откроется выставка, посвященная аграрным достижениям. В этом году в Самарской области собрали рекордный за последние 15 лет урожай. С 8 утра начнет работать продуктовая ярмарка, а также пройдет выставка муниципальных подворий, которые позволят кунуться в колорит каждого района, с дегустацией и мастер-классами от ремесленников. Игровые, интерактивные и спортивные площадки будут работать весь день. Желающие смогут посетить выставку «Всема Россия» и сфотографироваться в национальных костюмах. В 11 часов начнется концерт. Среди заявленных коллективов «Баян Микс», «Большие люди», «Чиз Пипл». А еще всех ждет уникальное шоу «Танцующая техника». Многотонные машины вместе с людьми закружатся в едином ритме. В 13 часов состоится торжественный митинг. Участников праздника поприветствуют руководители региона и почетные гости. В Тольятти в рамках 10-й спартакиада «Непобедимая держава» прошли межобластные соревнования по трикингу. Молодой, но очень зрелищный и амбициозный вид спорта притянул к себе внимание всех зрителей. Скорость, ловкость и выносливость – кто оказался сильнее, выяснила наша съемочная группа. Трикинг – относительно молодой вид спорта. По сути, это сплав боевых искусств, акробатики и гимнастики. Здесь нет жестких правил. Спортсмены могут выполнять любые трюки. Главное – сделать зрелищно и не упасть. Участники соревнований – все желающие. Всего более 30 спортсменов из Самары, Кузнецка, Набережных Челнов и Казани. Возрастных ограничений не было, только деление на новичков и профи. Я учусь в зале для паркура, но там не учат. Я сам учусь делать это все. А так я занимаюсь меньше года. Меня друзья просто просили начать заниматься этим направлением. Я сначала не понимал, что это такое, а потом тянулся. Поединки проходят в формате батла. Спортсмены выступают по очереди, а затем судьи выносят свой вердикт. Жюри молодое, но опытное. Тригеры со стажем. Сложность определиться. То есть тебе нравится, как вышел один, и тебе кажется, что да, вот это здорово. А потом выходит второй, и ты не можешь определиться. Если человек вышел сильной связкой, но упал, а второй сделал лайтовую, но встал чистенько, то, естественно, здесь отдается предпочтение тому, кто чисто сделал связку. В итоге чемпионом по трекингу стал самарец Андрей Овчинников. На этом десятая по счету спартакиада. Непобедимая держава не заканчивается. Впереди масштабная церемония закрытия с выступлением известного танцевального коллектива «Юди». Пройдет она 3 ноября. Кирилл Козин, Александр Дудко. Новости губернии. И пока на этом все новости. Увидимся. Доброе утро, губерния! В студии снова ведущая Саша Байдачная и Женя Плотников. И сегодня мы говорим про все необычное, самое необычное. Знаешь, Женя, вот нас, девушек, всегда привлекают экстраординарные поступки, какие-то необычные вещи. Это действительно так? Угу. Я думаю, ты тогда должна быть большой поклонницей Антона Павловича Чехова. Дело в том, что великий писатель очень любил делать необычные комплименты. Например, «Собака!» или «Актрисулька!» или «Змея!» «Крокодил моей души!» Все это вокабуляр Антона Павловича Чехова. Ну, как тебя впечатляет? Да, весьма, весьма. Но гораздо больше меня впечатлил способ передвижения одного заморского товарища. Один клерк очень хотел навестить своих родителей в другом городе, но лететь обычным самолетом ему показалось дорого. И тогда герой решил отправить им себя авиапочтой. И сидя в большой коробке, он успешно долетел до места назначения в грузовом отсеке самолета. Ну и, конечно же, когда путешественник потом вылез из ящика, мама чуть ли не упала в оморок, а водитель вызвал полицию. Ну, знаешь, хорошенько упаковать себя в посылку – это, конечно, надо догадаться. Но большой сноровки все-таки не требует. А ты попробуй пожонглировать. Бензопилами попробуй пожонглировать. Вот житель Словакии Милан Роскопф искусно жонглирует тремя моторными пилами одновременно. Сначала он установил рекорд и в 35 подбрасываний, а потом еще потренировался и обновил свой рекорд. Теперь это 62 подбрасывания бензопил. Представляешь, какое хобби у человека? Ты знаешь, я порой искренне удивляюсь, зачем люди это делают. Но если в этом случае, в случае с бензопилами, можно бы как-то объяснить это тягой к риску, то вот самые длинные ногти на планете, я не знаю, для чего нужны 46-летней певицы из Лас-Вегаса. Между прочим, 291 см длина ногтей на правой руке, а на левой – 309. Это выглядит ужасно. Кроме того, очень неудобно. Необычно, да. Вот к таким же рекордным бьюти-необычностям относится самый длинный в мире ирокез японского модельера Казухиру Ватанаби. Мужчина поднял свой чубчик почти на полтора метра туда, к солнцу. Знаешь, все необычное – это прекрасно, но есть сферы жизни, в которые это вряд ли уместно. Татьяна Пецина чтит традиционные семейные ценности и нам того же желает. Настоящая семья начинается с взаимопонимания, поддержки и веры. Веры в себя, близких и Бога. Сначала было слово. Этот экземпляр – книга священного писания Ветхого и Нового Завета, датируется 1863 годом. Рядом – ее преемник. Настольное пособие для духовенства. Пастырско-миссионерский календарь. Центральная святыня – икона Божьей Матери. Чудотворный образ избавительницы от бед был явлен в 1917 году в селе Ташла. Прежде всего нужно обрести веру как дар Божий. И тогда от веры будет меняться и внутренний мир человека, и его сознание, отношение к ближним. Строится мироощущение другой божественной реальности, другого измерения. Вот это нужно как раз напоминать и свидетельствовать, что мы и делаем. По случаю открытия выставки «Семейные ценности» в музее Алабина – молебен во имя сохранения нравственных устоев. Горит лампада, звучит благовест. Самые маленькие колокола весят всего 300 граммов. Такие поют, словно соловьи. Недаром их прозвали трельными. Звон исцеляет тело, а мед – душу. Еще с давних времен ему приписывали лечебные свойства. Есть мед с добавлением пчелопродуктов, а есть мед с добавлением растительных экстратов. Все имеет свои свойства и вкусовые, и полезные терапевтические, скажем так, действия оказывает. Если брать мед с добавлением пчелопродуктов, очень эффективно на данный период мед с прополисом. Потому что это очень хорошая профилактика ОРЗ, гриппа, вообще проскотных заболеваний. Семью Сергеевых объединяет общее хобби – разведение овец. Из шерсти животных получаются вот такие платки – мягкие, теплые и пушистые. Масло без вкуса, цвета и запаха. Кедровые орехи пропускают через деревянные жернова обязательно на свежем воздухе. Это удивительное масло, это очень мощный иммуномодулятор для иммунной системы. Так что и не только кедровое масло, кедровую продукцию, живицу наставим на кедром масле для оздоровления, капельки для носа, для ушей, для глаз, для людей, экопродукцию, для здоровья, красоты и молодости. Эта выставка благотворительная. Все собранные средства пойдут на покупку школьных пособий по предмету нравственной основы семейной жизни. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». Мы продолжаем. И у нас в гостях организаторы соревнований по спид-кубингу Илья Серебряков и Алексей Маденов. Доброе утро, ребята. Ребята, прежде всего, объясните нашим телезрителям, что же такое спид-кубинг? Спид-кубинг – это сборка кубика Рубика и прочих головоломок на скорость. Обычно ребята, когда первый раз видят головоломку, верстят ее в руках какое-то время, а потом, спустя, может быть, 26 лет, все-таки могут ее собрать. А спид-куберы ищут алгоритмы либо в сети, либо учатся у своих наставников, старших товарищей и собирают головоломки в защитные секунды. Илья, какой рекорд? Уточните вопрос, рекордов много. Рекорд? Так, хорошо. Тогда забываем про рекорд. Какие бывают виды спид-кубинга? Ох. Уточните вопрос еще раз. Так, спид-кубинг вообще как направление, да? Спорт – это сборка головоломок любых на скорости. Вот, например, у нас есть кубик Рубика 3х3, и, соответственно, рекорд в этой дисциплине, да, составляет сейчас 4,904 тысячных. Поставил его секунды, поставил его Люкус Этер, парень из Америки. Наш российский спид-кубер Дмитрий Добряков держит национальный рекорд в районе 6 секунд. То есть за 6 секунд можно собрать кубик Рубика? Можно собрать за 6 секунд, верно. Ни разу жизни мне этого не удалось. Такие дисциплины, как, например, пирамидка, клок. Что такое клок? Ну, с пирамидкой более-менее хотя бы понятно, а вот клок. Что о клок, я думаю, интереснее расскажет Алексей. Клок – это очередная головоломка, задача которой состоит в том, чтобы каждый циферблат с двух сторон переместить на циферку 12. То есть у нас есть всего 18 циферблатов. С помощью шестеренок сбоку и кнопок сверху и снизу мы должны переместить эти циферблаты. Очень сложно, больше не глэмичек. Действительно, очень сложно. По утру это прям тяжелая история. Мне интересно, наверное, давайте перейдем к способам сборки кубика. Вы обещали рассказать. Да, кубик-рубик можно собирать по-разному. Классический, ну, самый основной, то, что умеют точно все и пробовали хотя бы раз в жизни, это сборка кубика-рубика двумя руками. Давайте мы сейчас небольшой сделаем интерактив и докажем всем нашим телезрителям, что даже те люди, которые не сильно увлекались головоломками, могут вот прямо за несколько... Несколько секунд, я надеюсь. Семь секунд, я предполагаю, я надеюсь. Я не верю в свои силы. Поверьте в себя. Сначала нужно его, наверное, разобрать. Сначала нужно на него посмотреть. Давайте, Александр, вам какой нравится цвет? Синий. Самое сложное в кубике-рубике это выбрать тот цвет, который нравится. Попрошу сейчас Евгения и Александра взять кубик-рубик таким образом, чтобы синий центр смотрел прямо на вас. Синий центр смотрит на меня. А теперь просто повторяйте движение за мной и на своем кубике. Я правую грань два раза поверну. Правую грань от себя? А вот такой хороший вопрос. А в какую сторону? От себя или на себя? Без разницы, да? Вот если два раза, то точно без разницы. А теперь то же самое мы делаем с левой стороны. Раз, два. Так. Посмотрите внимательно на кубик, какие изменения произошли. Я уже у цели практически зеленый. Полоса синяя, полоса зеленая полоса. Итак, смотрите, у нас с вами появились полосы, да? Если мы внимательно посмотрим кубик вот так вот, у нас есть одна синяя, например, да? Полоса с одной стороны и с другой стороны две синие полосы. Их нужно не что иное, как совместить. Что все? Нет, еще не все. И Александра, я вижу, получилось. У меня получилось, да. Желтые и белые цвета, нужно сделать то же самое. Желтые и белые цвета, просто нужно сделать то же самое. И все, ребята! Да, самое простое, это то, что мы с вами сейчас научились, внимательно смотреть на кубик и... Я чувствую, как летят уже письма на адрес телерадиокомпании «Губерния», что это все подтасовка. Нет, нет, нет. Мы впервые видим этот кубик. Я переклеивала наклейки в детстве. Ты переклеила наклейки? Да, все так делали. Либо вынимали, либо переклеили... Нет, мы не будем этого делать. Очень здорово, спасибо большое. У нас есть соревнования. Ну что ж, давайте продолжим исследовать то, что вы принесли нам. Но прежде, прежде мы прервемся. У нас прямо сейчас опросы про Сони. Я не знаю. Даже не знаю. Очень трудный вопрос, правда. Не совершал ничего необычного. Вот ни вру, ни минуточку. Самый необычный. Я однажды вора побила. В ночное время на теплоходе, как в «Титанике». Вот помните, Юлионар Ди Каприо стоял. Наверное, вот так вот я делала. Было такое раньше, в какой-то другой жизни, можно сказать, что я вышла на сцену и станцевала. Ну, совершенно не всегда неожиданно. Ну, как это ж разве мне приезжать, какой был самый необычный? Необычный? Я вот в Самаре нахожусь. Хочу полетать парапланом. Открыл. Производство свое. Огромно. И горел. Ну, это, наверное, путешествие с рюкзаком на озеро Байкал, на остров Ольхон. Ну, может быть, прыжок в детстве с паровозика в снег на уровне второго этажа. А может быть, крик «Дима, я люблю тебя наспроскрышевых дома соседнего». Не знаю, это много было. Ну, если не из хороших, то это, наверное, отдать все, что имеешь. Просто отдать все, все, деньги, одежды, вещи. Поставить только самую семью и все. В свое время таким необычным поступком стал путешественник Байдарк. Ну, я думаю, что все еще впереди. Что ж, мы продолжаем наш разговор с ребятами. А где проходят ваши соревнования? И часто ли они в нашей группе? Предстоящие соревнования будут уже на следующей неделе, в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, в музее коллекций, который находится в Мега-Сити на первом этаже. Эти соревнования пройдут впервые в Самаре. Самарское сообщество спидкуберов, любителей головоломок, ждет это уже 6 лет. То есть этому сообществу уже 6 лет, вы хотите сказать? Да, сообществу в целом 6 лет, клубу любителей головоломок 2 года. Кто может участвовать в соревнованиях? Будут ли там мастер-классы, да, например, для таких, как мы? Чем примечательны соревнования? На соревнованиях любой желающий сможет научиться не только собрать головоломку, например, кубик Рубика. Например, в Москве на соревнованиях в прошлом году меня научили собрать клок. Никто иной, как чемпион России Илья Терешко. У него самое лучшее время по клоку. Замечательные головоломки. Поэтому кто может прийти на соревнования? Любой желающий. Кстати, чтобы принять участие в соревнованиях, нужно зарегистрироваться. То есть есть ссылки на наши группы ВКонтакте, клуб любителей головоломок или спидкубинг в Самаре. У нас очень просто найти. Третье в Гугле, Яндексе, Мейле, Раббле, Яху и так далее. Понятно. Обязательно будет. Я думаю, что спидкуберы уже себе давно отметили эту дату в красном в календаре и ждут этого события. Но все-таки напоследок, пожалуйста, ребят, расскажите нам еще о какой-нибудь классной вещице, которую вы принесли. Да, вот рядом с Алексеем какая-то штуковина необычная, гаджет какой-то. Не можем успокоиться, да. Что это? Там ручки нарисованы, ладошки. Давайте мы не просто вам расскажем, но и покажем. Давайте. Алексей, покажи, пожалуйста, таймер. Это таймер? Это обычный таймер, да. Обычный. Который используется на официальных соревнованиях по спидкубингу. Итак, смотрите, как проходит соревнование. Человеку дается кубик-рубик, 15 секунд на осмотр, при инспекции так называемую. После чего во время при инспекции участник анализирует какие-то алгоритмы, ходы. Леш, ты сейчас анализируешь? Конечно. Так. Все. Поехали. Ставим время. Вау, как стремительно. Вот это да. Все происходит. Отработанные движения, смотри, Алексей. Три секунды. Не просто так. Тысяча алгоритмов сейчас у Алексея уговорит. Сколько? Браво. 16 секунд. Фантастика, фантастика. 16 секунд, ты представляешь? Я слова не успел произнести. Вот это да. Очень впечатлили, ребят. Спасибо большое, что заглянули к нам сегодня в студию. К сожалению, обо всех ваших невероятных гаджетах мы не сможем поговорить, не успеем. Но я обращаюсь уже к нашим телезрителям. Все это вы сможете увидеть на соревнованиях по спидкубингу. Ребята, отличного вам дня и хорошего настроения сегодня. Спасибо, что заглянули. Спасибо. Ну а мы прерываемся ненадолго для того, чтобы через мгновение встретиться с Еленой Шишкиной. Вот это стул на нем сидят, вот это стол за ним едят. Так рассуждает обыватель. А вот наш житейский обозреватель всегда открыт всему необычному, необычному, новому, необычайному, хотел сказать. И сейчас продемонстрирует новый взгляд на стулья и кресло. Да, Лен? Доброе утро, конечно. Доброе утро. Я на самом деле хотела рассказать о таком предмете интерьера, как кресло-качалка. Для нас оно на самом деле необычно. Возможно, это просто специфика нашей культуры. Кстати, недавно читала рассуждение одного современного философа на тему кресло-качалок. Оказывается, в его понимании он говорит, что это просто квинсистенция одиночества современного человека, его эгоцентризма. Потому что трудно себе представить античную какую-то фреску, где человек был бы один. Он всегда в обществе с кем-то общается. Даже полулежа, как любили римляне собираться. Они все равно могли разговаривать друг с другом. Кресло-качалка, конечно, предназначено для кого-то одного, как кажется нам. Но есть несколько стереотипов, и это тоже один из них. Потому что на самом деле, если мы к нему не привыкли, это еще не значит, что ему нет места в наших домах. Принято считать, что он занимает много места. На самом деле, это не всегда так. Конечно, кресла бывают разные. Если у вас, в принципе, в квартире есть место для кресла, то, скорее всего, там уместится и кресло-качалка. Иногда не даже меньше, чем стандартные кресла. Принято, опять же, считать, что это очень дорого. Тоже не факт. Конечно, у нас может быть не очень широкий выбор. Но если посмотреть интернет-магазины, то вы поймете, что они стоят примерно так же, как и любая мебель того же класса. Они бывают совершенно разными. Там, насколько очень популярны, есть дешевые, есть дорогие. Но, опять же, для чего? Но в дому может понадобиться кресло-качалка. Во-первых, для отдыха, о котором мы не всегда задумываемся, насколько нам будет комфортно. Это не только диван, но это может быть и такое кресло. А еще очень хорошо, и часто их приобретают люди за границей, когда дома ожидается появление малыша. Потому что укачивать ребенка и маме самой отдыхать достаточно удобно. Именно в таком кресле кормить ребенка тоже хорошо. Поэтому мама, может быть, и ребенка укачает, и сама немножко вздремнет, пока будет качаться в этом кресле. И если у вас в ближайшее время есть возможность, что вероятно, что появится малыш, то почему бы вам не задуматься о покупке такого кресла. Ну и еще один замечательный вариант – это отправить его на дачу. Потому что, конечно, у нас, да, дача – это место, где мы работаем, работаем в поте лица. Но на самом деле нужно не забывать, что изначально это место, где мы должны отдыхать. И, опять же, дача – это то место, куда вы можете привезти старое кресло или оставить его, если оно осталось у вас от бабушки. И даже если вы совместите это, и есть еще один предрассудок, что он не совмещается, такой предмет мебели с современным интерьером, тоже не совсем верно. Во-первых, они есть и сделаны уже изначально в современном стиле. Но и если вы используете старое антикварное кресло и помещаете его в современный интерьер, это такой очень оригинальный дизайнерский ход. И для дачи как раз очень рекомендуется дизайнерами. Поэтому я думаю, что сегодня, когда мы говорим о необычном, возможно, некоторым нужно задуматься о покупке такого предмета интерьера. Спасибо большое. Необычная дача – это дача, где отдыхают. Вот уж необычность года. Спасибо большое, Илья. Хорошего дня. Ну что ж, а мы с вами уже прощаемся и желаем, чтобы этот день был максимально интересным и необычным. С вами были ведущие Саша Байдачная и Женя Плотников. Пока. До встречи на канале «Губерния». Чем займешься на этих выходных? Ой, у меня огромные планы. Ты что, например, запаковать себя в почтовую упаковку, отправить себя к тете в Кенель-Черкассе, или, ну, может быть, пожонглировать бензопилами, или посоревноваться с женой на спине с другими людьми. Жены у меня нет, вот в чем проблема. А у нас осень. Спортивная. В фитнес-клубе «Спортзавод» отличное предложение. Три месяца фитнеса от 3900 рублей. Узнай подробности акции прямо сейчас. 2703-777. Фитнес-клуб «Спортзавод». Новосодомая, 106. Фитнес-клуб «Спортзавод»